Сегодня речь пойдет о флагманской модели Meizu Pro 5, которая уже доступна в нашем магазине. Ты смотришь видео от магазина AlphaSmart? Меня зовут Дима. Смартфон поставляется в коробке матового черного цвета, на которой название модели выполнено серебристым шрифтом. Сама коробка не книжного формата, а с накладной верхней крышкой. Открыв ее, кроме самого смартфона можно обнаружить USB Type-C кабель и зарядное устройство. Инструкция находится в конверсе черного цвета под самим смартфоном, а под ним инструмент для излечения лотка с сим-картой. Взяв смартфон в руки, удивляешься его толщине и ширине. С эргономикой устройства полный порядок. Управлять аппаратом с помощью одной руки вполне возможно. Но для отдельных операций все-таки удобнее делать это, используя обе руки. Так как длина аппарата 157 мм. Экран закрывает стекло Gorilla Glass 3-го поколения. Есть олеофобное покрытие, а само стекло плавно переходит на боковые грани. Задняя сторона смартфона выполнена из алюминия. На ощупь она очень приятная. Верхняя и нижняя вставки пластиковые, но зрительно отличить их от металла непросто. Аппаратные кнопки располагаются на правом торце. Слева расположен лоток под сим-карту и карту памяти. Снизу расположен микрофон, динамик и разъем USB Type-C. Под экраном расположена одна аппаратная кнопка с датчиком отпечатков пальцев, обновленная M-Touch 2.1. Это новая система распознавания отпечатков. Работает она очень быстро, точно и без всяких проблем. А вот заблокировать дисплей можно двумя способами. Либо нажать аппаратную кнопку справа, либо зажав ту самую кнопку под дисплеем. Здесь установлен Android 5.1, но с фирменной оболочкой Flyme. Поэтому узнать в ней привычную операционку довольно трудновато. Сенсорный дисплей типа Super AMOLED показывает отличную цветопередачу и шустро откликается на прикосновения. Возможности управлять им в перчатках нет. Упор сделан на аудиовозможности. В настройках даже присутствует отдельный пункт по настройке звука. Аппаратная часть заслуживает отдельного внимания. Не буду вдаваться в различные названия, но синтетические тесты показывает смартфон на первых строчках. А это значит, что его производительности хватит на ближайшие несколько лет. При серьезных нагрузках на процессор смартфон не греется. Вообще. Отдельного внимания заслуживает камера. Здесь 21 Мп с вспышкой и лазерной фокусировкой, которая отлично выполняет свою функцию. Вне зависимости от того, что вам надо сфотографировать, текст или животное на дереве, камера быстро фокусируется и выдаст снимок. Кроме этого, сама камера снаружи защищена сапфировым стеклом. Аккумулятора хватает на сутки. Но если поблизости появится розетка, гаджет поддерживает быструю зарядку. И за 30 минут заполнит аккумулятор энергией на 65%. Качественная сборка, передовые решения, высокая производительность. Эти три факта как-никак точно описывают флагманскую модель от компании Meizu. И за 20 минут заполнит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова